Я опять иду по дому быта, но я уже иду не на базарчик, но я зайду на базарчик по пути, я иду в аптеку. Катя болеет, сегодня даже на прогревание не пошла, поэтому звоню я ей, она никакая. Я Наташа позвонила, какое надо лекарство, когда кашель такой неостанавливающийся, ну температуры нет, видимо вирус. Наташа сказала мне, какие лекарства, я записала в телефоне, она мне скинула и записывать не надо. И вот иду в аптеку. Катюшке спустила фруктиков немножечко. Вчера хурмы, гранат передала, сегодня киви. Ну и салаты японские. Она любит салаты. Я купила японский салат. Я фото сделала. Посмотрите, какой это японский салат из водорослей. Но он же полезный. Тут можно упасть запросто. Тут видите, как всё машинами наполировано. Тут разбиться можно дважды два. Уползу потихоньку. Ой, машина так не слышно сзади идёт. Вот здесь вот аптеки. Вот за этим синим рыночком. Она хотела пойти в аптеку. Я говорю, ты сиди дома. Что ж ты будешь вирус разносить? Да и слабость. Слабость. Пойду схожу, принесу ей лекарства. Когда-то она мне приносила. В двадцатом году я болела. Чё ж я? Да и вообще хоть бы не приносила, всё равно бы я пошла. Вон там аптека. Ой, забыла вам зёрна взять. Спешила. Надо сегодня возле дома. Голуби кружат надо. Они уже в четыре-пять часов спать летят. Наши голуби. Так, почти никто ничего не торгует. Только тряпки какие-то, да банки. Больше ничего нет. Ой, скользко. Тут надо только под ноги смотреть. Я даже в камеру не смотрю. Тут банки, наверное, не. Да, сало. Сало банки. Огурцы бочковые. Огурцы бочковые. Фасоль. Тыква. Нет, я такое не беру никогда. Гриб варёный. Карась, папоротник. Щука, сазан. Нет, такое я не хочу. Компот, огурцы, помидоры. Всё, что хочешь есть. Малиновое варенье. 450 такая полуторова баночка. 350, это не знаю, что. Всё. Всё ясно, всё написано. Ну, уже не надо ничего спрашивать. Пойду дальше. Аптеку, а потом уже. Вот она, аптека. Тут даже две аптеки. По снегу пойду, на другую упасть. Одна аптека и вторая аптека. Хорошо здесь отдолбили. Пойду, зайду. Паратстану, палечку. Лазалвана нет. Мне дали заменитель. Заменитель дали. И взяла. КГЦ, 20 таблеток взяла. Как раз на 20 дней надо пропить. Вот. А тут она с витрины взяла. У меня потом сниму. Уже в сумки нехота доставать. Ну вот. Всё, что есть. Никто ничего не продаёт. Ни молоко, ничего не продаёт. Нету никого. Пойду домой. Кате лекарства я внесу. Вот это вот сладкоежка. Видите, посмотрите, какие конфеты. Это я. Как выйду, да голубей нету. Но я всё равно посыпала. Один голубёнок тут прыгал. Как больной такой какой-то. Ну вот насыпала им. Во, перловки. А их нету. Ну пусть завтра склюют. Пасмурно. И они, видать, спрятались. И вон в том доме под крышей ночуют. И нету их. Видимо, спрятались. Чувствуют, наверное, что скоро будет снег. Снег будет. Они, наверное, чувствуют эту переменную погоду и прячутся. Нам сегодня снег пообещали. Я думаю, что они поэтому и спрятались. Не Настя боятся. Ну, прилетят всё равно. А то я вышла с перловкой с этой. А в магазин вот купила яблочек маленьких, может быть. Поем. Большие уже съела. А другие большие в магазине, они невкусные. Так, Кате я всё отдала, лекарства. Всё, слава Богу. Даст Бог поправиться. Ну, пока снега нет. Вот четвёртый час дня. Снега нет. Ну, значит, ночью будет идти. Ну, обещали сегодня. Снег. У меня сосед пришёл с армии. На побывку на 15 дней. Вчера с ним разговаривала. Молодой парень. Я его с шести лет знаю. Интересный такой. Подтянутый стал. Поправился. Ну, временно на побывку. С СВО. Всё хорошо. Всё нормально. Ни на чё не обижается. Немножко поговорили. Ну, всё. Пошла домой. Всех приветствую на моём канале. Сам сидишь. Всё. Меня зовут Ольга. С магазина пришла. Яблок. Два пакета таких. Один пакет там стоит. В прихожке. У меня сегодня такое издание было. В аптеку сходить. Бегала в аптеку. Переоделась быстренько. С Катей созвонились. С Катей даже сегодня ещё хуже стало. Она даже на пригрывание не пошла. Ну, я дорогой говорила. Ну, я с Наташей быстро созвонилась. То, что я в лекарствах не очень разбираюсь. А в аптеке, знаете, как... Чем продать надо. Ну, а Наташа всё знает. И вот я ей позвонила. Очень совсем. Она мне сказала, какие лекарства. Я побежала. С Катей посоветовалась. Будешь пить буру. Вот я ей от кашля. И от вирусов. Там 20 таблеток Кагоцелла. Надо пропить. И второе забыла. Она мне заменила. Говорит, это одно и то же. Только того... У Наэл как-то, Наташа. Нет. Ну, быстренько я ей думаю. Бутылку молока купила. Сосательных купила, чтобы она сосала. И детцы кашля не было. Кашель у неё забивает. Кашель. А она на кухне опять стряпает. Опять лепёшки стряпает. Ну, вот такой человек. Это, знаете, не все могут так вот лежать и вот так вот болеть. Она всё равно идёт на кухню, всё делает. Ну, наверное, так и лучше. Когда шевелится, они такое будут. Затромбываться будут наши кровя. Мы сказали. Ну, тромбов не будет. Ну, говорят так, что надо ходить лучше. Если морешь, то надо ходить. Ну, и больше пить. Я говорю, грею молоко. Иногда я пила. Я говорю, ну и что ещё пей? Ну, вот как-то немножечко киви там положила. Ну, фруктов. Ну, хочется вот всегда, что-то когда человек больной, чтобы что-нибудь вкусненькое было. Я же салат покупала. Я, наверное, покажу. А я потом выкину вам фотографии. Ой, куда я сунула. Я опять пошла салат. Мне понравился. Этот салат зелёненький. Вот такой вот я вам показывала. Я пошла ещё две взяла у покушки. Такой. Может быть, кто увидит. На любителя, конечно. Он напоминает морскую капу, что только он как-то слогит. Они же японцы питаются всё больше там сахару подмешивают. А когда сладко же люди будут есть. Ну, я никогда такое не ела. Оно прям изумрудно-зелёное. Такое приятное на цвет, во-первых. Там ещё грибы древесные, по-моему, составили. Там мечтала. Ну, в общем, какую-то водоросль. Такую я ещё не ела. И я вчера попробовала. У меня даже вот осталось немножечко. Я немножечко поела. Наоборот. Большая часть осталась. Вот такого цвета зелёного. Изумрудного. Опа! Чуть не вылила. Почему-то думала, что она плотная. А она вот такое подвижное. Ну, что сделаешь. Я попробовала. Ну, и маленько Катя на суд небольшую пиалочку положила. Можете. Для разнообразия вкуса. Понимаете? Вот не обязательно наесться. А вот для того вроде бы какое-то разнообразие бы надо. Ну, вот. Оно так хорошо. Оно с кунжутным маслом, с кунжутным семечком. Ну, вот такое всё, знаете, и не приторное, и не острое. Ну, как-то мне понравилось. Для разнообразия. Много не съешь. Ну, я на вилочки 4 так подхватила. Пошла в магазин и взяла ещё 2 упаковочки. Всё-таки там йод. Нам нужен йод. Ну, смотрю, яблочки, хоть они маленькие. Но попробовала, пришла, вот отрезала. Пошла, ещё взяла. Ну, их можно, если же не съесть. Но есть можно. Они прям тоже сочные, такие сладкие. Только меньше размером они вот маленькие. Те большущие, большущие я уже съела. Ну, пока начало зимы. От осени ещё дары остались. Надо есть. Надо яблочки есть. Надо ягоду есть. Надо салатики есть. Хотя мы и не приучены. Но знаю, что надо. Так что и капи салатик. Не знаю, если понравится, пусть берёт. Упаковочка 450 рублей стоит. Там 300 граммов, что ли. Ну, вот такие вот дела. Пошла ещё раз в магазин, когда второй раз. И взяла перловку, я вам показала. Сняла немножко. И куда-то все делись голуби. Я вот шла домой с аптеки. Были голуби. Через час вышла, потому что я разговаривала с племянником. Разговаривала с Валей, которая когда-то маму хорошо знала. Она в другом подъезде жила. С ней поговорила по телефону. Потом в Азии СМС, по СМСились немножечко переговаривались. Ой, у меня племянник уже говорит. Да меня чуть-чуть Оли не было. Я в Москве был, и в Китае две недели, и там, и в Владивостоке был. Он почти не бывает здесь. Мы не видимся годами. Вот в прошлом году летом виделись, и всё. Вот. Как все заняты. Видите, как все заняты. Даже если мы у детей будем находиться, мы их будем видеть только вечером. Мы же целый день именно на работе. С магазина пошла, думаю, сейчас подключусь. Я вчера супчик варила с говядинкой. Так мелко-мелко-мелко покрошила. И прям с удовольствием вечером я так поела, немножечко осталось. У меня прямо много говядины. Прямо, я не знаю, вчера он не показывал. Прямо много-много-много еще вот осталось. Не вылить бы. И сейчас разогрею. Я редко, когда суп разогреваю. Вот, но только если борщик, а супчики свежие. Ну, ничего. Там, я когда, я два часа кипятила это мяско на минус один даже. Расстояние между нулем и единичка, еще есть черточка. Вот, самое минимальное. И все, я поела, и мне не спешить было. Я пока телевизор смотрела, пока там в ютубе лазила. Часа два покипела, хотя меленькое, так, без пленочек такое. Оно прямо, знаете, запахло так хорошо, тушеным. Картошки пришла, забросила, картошку еще проварила, наверное, с час. Ну, вот, хотела я вот такого натушеного. Мы, бывает, в своем доме, когда жили, я утром мясо, картошку покидаю и поставлю на печку. И уезжаем на работу. В обед приходим на красное картошечко, мясо, туда луку режем, сырого бурт туда. Все перемешаем. Вкусно так, оно такое распаренное, такое вкусное. Ну, на печке, конечно. Ну, электрическая тоже хорошо. Она тоже на днерку поставить, она может преть, преть, преть. Газ, он то сам погаснет, минимум сделаешь, у него, вот у Наташи автоматически, у него чуть меньше газа минимальная, то бывает, отключает сама плита. Ну, такое вот. То с окна, может, подует оно. Придешь, я-то поставила холодец на минимум, прихожу, у меня он не кипит, пелки-палки. Нет, мне электроплиты больше нравятся, чем газ. Ну, что поделаешь. Так что я сегодня с аптеки пришла, я часа два еще на телефоне. То разговаривала, то смсила. А я говорю, все, четыре часа. Четыре часа мне сегодня написали. Я только вот прочитала, где я разговаривала о том, что надо следить за собой, красить бабушкам. Мне какая-то Рената, что ли, или Регина, как-то так, написала. Балтология ни о чем, разговор ни о чем. Ну, ни о чем, ну, что вы смотрите, я не понимаю. У меня же, видите, контингент какой, если ты Регина или как-то, Регина или, наверное, как-то. Не смотрите, зачем замечания писать. Мне, например, никак, говорится, я не обиделась, ничего. Ну, время тратите, пишите. Человек не изменится, он не будет для вас именно. Ну, задайте тему, скажите, давай, расскажи-ка мне вот об этом. Что ты, бабушка, там говоришь, чёрт-те о чём, ни о чём. Разговор ни о чём написано. В общем, она сказала, что вообще ни о чём. Два аж написала комментария. Ну, мне её жалко, конечно, если ей вот это вот моё бабское видение, как надо, да, как мы сами старухи себя блюдём. Конечно, зачем ей это? Если мне не нравятся вот эти мукбанки, которые так поглощают, я и не смотрю. Человек даже бывает нравится, но я посмотрю, жив-здоров, всё начинает, всё забросывает. Ну, и всё. Ещё я буду писать, что ты ешь, будешь там какая-то, это вредная, если они копчёности, жиры вот это всё поглощают, жареное. Ну, и они вот такие. Я буду им писать, но они знают, что делают. И я, слава Богу, уже 70 лет мне не надо учить, что говорить. Что мне нравится, то я и хочу говорить. Тем более у меня такой канал. Иногда я кому, кто учитывает чё-то, мнение и пожелание, иногда учитываю, если мне оно совпадает с моим. А если диктуют, сними то, сними то, да иди туда, приди сюда, скажи то, я, конечно, никогда не буду делать. Я сам себе срежиссировала, оператор, сняла, отредактировала и вперёд. Кому нравится, кому не нравится, будьте любезны. Ну, у меня такой канал, что-то может акцентироваться, то я говорю, не то говорю. У меня 4-5 самых, ну, чуть даже больше. Славик, привет. Ира, привет. Евгений, привет. Видите, сколько я передаю приветов. Галя, Фи. Она не смотрит, сейчас такая пора. Ну, вот кто-то что-то послал мне тут. Ага, Вася, сообщение послал, сейчас почитаем. Вот и всё. И как поёт это? Вот и всё на Титанике. Я вот поображаю немножечко. Да, супчик разогрею, всё нормально будет, всё хорошо. Всем-всем приветик. Кто меня смотрит, кто не сердится, что я болтаю, что попало. Приветики, смотрите. Знаю даже кому, что нравится. Вот Славику нравится, что когда я снимаю город, прогулки или пешком, или карту, чтобы город, улицы, ему нравится это. Я уже знаю. Если он не смотрит мою болтологию, ради бога. Если он на фон, так это, есть время фоном послушать, что я языком тряплю, ну, спасибо и на это, что посмотрела. Не заморачиваюсь. Вот Ирочке нравится, ну, мы вот, бабушке, но она, кажется, моложе намного, но тоже внуки есть, значит, тоже бабушка. Она смотрит, я не знаю, может быть, но я не думаю, что она мне льстит в угоду, пишет комментарий. Я думаю, от души. Ирочка очень много пишет, и не одно, и несколько так ей хочется сказать. Я рада, я ей отвечаю. Евгения, одна из Белоруссии, одна из Благовещенской, тоже. Не так часто, но тоже отзываются на что-то там, на покупки какие-то, на цены. Ну, все же мы разные. Мне нравится, но зачем смотреть? Ну, я просто, как говорится, как тема, вот, я не то, что там обижаюсь или там воспитываю. Нет, ну, просто само собой напрашивается. Мне нравится, зачем смотреть канал-то. Я же тоже смотрю, я же тоже зритель. Я же тоже выбираю, я вот смотрю, женщина станет это. Я такой доказал, и начинает там. Я вот это, что я сделала, сейчас я вот это буду делать. А вот это буду делать, а мы, ну, мне не нравится, я же не буду ей писать. Ну, зачем? У человека больше подписчиков, чем у меня, и я буду ее там обучать. Я просто другого что-нибудь... Много сейчас, много же сейчас блогеров, ради бога. Смотри, не хочу. Поэтому, что вы пишете? Что вы время тратите на нас? Смешно так. Ну, значит, может быть, знаете, человек не в настроении, хочется вот так вот укольнуть. Это бабуша, что она там болтает прямо, дяд свой туда впрыснуть. А может быть, она не обязательно сосло. Может, она просто написала, ну, что за болтология? Ну, моя ласточка, ну, не смотри, болтология. Время-то не теряй. А если у тебя его много, то пиши, пиши. Почитаем. Мне же мало пишут, поэтому, может, и все писать. Я почитаю. Я читаю. Я все читаю. Вчера не успела все перечитать. Сегодня вот только с утра с Катей побывала восемь. И готова их сюда. Так быстро время. Ну, я и встала там в десять. Я еще не обедала. Вот четыре часа еще не обедала. Ну, и хорошо. Я пол яблочка, правда, съела. Ну, ничего, сейчас супчик разогрею. Такой вкусненький будет. Возьму репчатого лука. И прям буду супчик горячий с репчатым луком. Сочным таким. И хлебушек же у меня свеженький. Я, как и хлебушком поделилась, свеженьким. Я разрез вам не показывала. Ну, хороший хлебушек получился. Там половинка у меня. Нарезать надо. Потому что нарезанный я уже как их отнесла. Ну, а то я и в магазин. Да и свой-то хлеб чуть ею. Я же текла сразу. Не показала структуру. Сейчас он, конечно, не будет так амортизировать, как свежий. Такая структура хлеба получилась. Полубелый. Был мягкий, он хорошо так. Ой. А пахнет. Такая структура. Сейчас нарежу меленько. Режу таким ножичком с зубчиками. Для тортиков. Оно тоненько получается. Хорошо так. Вот так. Поперек, наверное. Опа. 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 Такой кусочек получился. Такой мягкий, мягкий. Видите, мягкий. Велостичный. Видите? Видите? Мы что... Блогеры, ну, такие, как я. Ну, ладно. Те, кто снимают. Мы что... И поделиться мнением. Поделиться то, что приготовили. Рассказать свои мысли, чаяния. Какая у нас жизнь. Со мной пенсионера. Ну, женщина сказала, болтология лишняя. Ну, значит, она с собой ухаживает. Значит, ей не надо это слушать. Она, значит, за собой ухаживает. Если она пенсионерка, значит, она ходит, гуляет, двигается. Значит, ей, конечно, болтология скажет, ой, что ты там говорит? Я и так сама знаю все это делаю. А может быть, кто-то так задумается. Действительно. Надо за собой следить, чтобы жизнь не казалась неинтересной. И чтобы продлевалась она. Что ж тут? Разве плохая тема? Разве я плохому вас научу? Ах, бабушки! Я ж только хорошая вам все рассказываю. Кто не хочет учиться, тот не учится. А кто любит советы? Есть люди, знаете, говорят, я так не посоветовалась. Я не могла ничего сделать. Мне не с кем посоветоваться. Я так удивляюсь. Я всегда сама все решаю. Ну, единственное, там, с лекарствами, там, кто грамотнее. Вот у меня Анташа больше с этим. Я к ней прислушиваюсь. Я слушаю советы, но всегда сопоставляю, как мне сделать лучше. Но о том, как за собой следить, я по себе почувствовала. Я себя решила, что чем ты больше за собой ухаживаешь. Я не в аптеку собиралась, расчесалась, все, оделась, чтобы ты напомадилась. И все переодела домашняя. И жить захотелось. Катя, что ты пойдешь? Да я сама. Я говорю, Катя, да я хоть пройдусь. Вот у меня цель, это же хорошо. Ну, слава Богу. Пусть и у меня она еще дочку ждала. Я говорю, да нельзя вам с дочкой общаться. Катя, да. Да она недавно переболела. Да она опять заболеет. Это даже не дай Бог, если вирус этот такой. У меня же он сейчас разный. Он не один. Да, я сегодня видео посмотрела про Жириновского, конечно. Владимир Войфович, Састром Небесное. Все его звали клоун-клоун, клоун-клоун. Но он историк, он историю хорошо знал. Он просчитал, что цикличность войн, когда у нас войны были. Все это просчитал и выдал, что в 22-м году будет год войны. Если историю человек знает, то он все может вам рассказать, показать. И вы не будете тогда кричать, кто прав, кто виноват, кто завоеватель, кто защищает свой суверенитет. Это же надо быть грамотному. А безграмотный всегда кричит, услышит, что ему сказали губернатор его или там, как сказать, президентом его. Даже историю, мы вот хоть бы как нас не говорили бы по телевизору. Если я читала, допустим, или там кто-то читал историю, все правители, цари наши, все вот это вот, как это все делается, кто, вот если бы Столыпина не убили, у нас бы все по-другому было. Это все зависит. И посмотрела еще «Эмпатия Мамучи» этот Михайлов артист. Александр, по-моему, его давайте. Уже ему через год 80 уже будет. Он в этом, как, прощай, как, Голуби, да. Меньшова кино. Прощайте, Голуби или как? Он там же играл, на курорт-то ездил с Горченко. Он говорит, я переживаю всю страну. Ну, он много рассказывал, он во всех был в регионах. Он видел, как истязали там пленных, видел, как наши содержат пленных. Так со стороны все у меня и на прогулки ходят, и никто их не избивает. А он лично видел, как девочку разорвали на двое, на две части. Ой, он такие страсти. И он так вот все говорит. Ну, у него ведущий спрашивает, а как вы насчет того, что вот с Китаем? Он говорит, я тоже переживаю. Я когда-то пережил этот Даманский остров в 69-м году. Я им не доверяю, он так говорит. Но все будет зависеть от того, кто будет руководить. Вот. Горбачев, говорит, был у нас, это как женщина. У него характер, и он всем хотел нравиться. Ну, он вот всех охарактеризовал, но у него же ведущий спрашивает, он же не сам. Ну, ельцин как... Больной человек, алкаш. Ой, вино сгубить всех. Он встречался и с Ельцином когда-то, и с Горбачевым два раза виделся. Пока, говорит, не перешел к Владимиру Владимировичу. Такой человек, что он даже тоже по ощущениям, вот Михайлов артист, он говорит, я вот ощущаю людей вот с фиброй. Он мне так близко стал. Я вот тоже, я не могу объяснить про человека, но если я ощущаю, но пока-то я ничего не имею против. Я вот отрицательно ощущаю, но он-то все хорошо делает, и я тоже, ну, отвечаю хорошо. А в итоге, получается, все равно человек подлость сделает, понимаете? И он, говорит, я ощущаю, ну, рассказывал, как они снимали фильмы, и там были артисты украинские. И как один артист все-таки, знаете, так настроен был, что Москали, Москали, это еще в 80-х годах. А я, говорит, запела украинскую песню. У нее мама украинские песни пела. И он, говорит, так глазовые упел. А ты откуда ее знаешь? Он говорит, мама моя пела. И, говорит, после этого он как-то, это, говорит, ваши Москали дела, причем здесь мы, вроде как оттаял немножко. А то прямо, так знаете, ну, чувствовалось, что я прямо послушала. Вот «Эмпатия Манучи», можете, кто хочет, посмотреть, там у него много приглашенных таких умных людей. И историки, и разведчики, и артисты. Вот. Это страшное дело. Это, особенно разведчики, я послушала, как их бедные 20 лет за границей. Но они такие разведчики были. Они не играли ни документы, ни секреты. Они были направлены, как передавать ощущения, настроения правящих кругов. Вот прослойка там интеллигенции, там в каких-то предприятиях они внедрялись. Они под фамилиями 20 лет в Канаде сначала, потом в США. Вот эти настроения наши боялись, что Америка может первый ядерный удар. И вот чтобы это предотвратить, чтобы не пропустить, надо их настроение знать. И этих двух разведчиков, женой и мужа, они там, говорит, детей родили, дети не знали даже, что они разведчики. И их выдал руководитель этой группы. Десять человек выдал. Ну, наши обменяли, наши их обменяли. И вот, мне прямо так интересно было, смотрите, они столько пережили, они же там, ну, не два месяца, по-моему, только в тюрьме побыли. Ну, детей сразу вывезли, адвокаты их детей вывезли сразу в Россию. Поэтому они одни были и из-за этого переживали. Ну, слава Богу, их обменяли, всё нормально. Наши, наши своих не бросают. Мы своих не бросаем. У меня пришёл сосед, молоденький, Саня, на побывку на 15 дней. Мы с ним немножко поговорили. Я хочу ему пирожков напечь в дорогу. Ну, как получится. И я думаю, смогу пирожков-то. Ну, может быть, что-то ещё приготовлю для мальчишек туда. У него одна мама, папы нет. Вот он у меня в двери, в двери живёт. А мы ещё в старом доме, я его знала с шести лет, маленький такой. Он там мне помогал, бегал травку рвать. У нас у меня небольшой огородик у мамы был. Я ж там сначала маленько пожила, пока эту квартиру дали. И он там жил. Маленький. Тю-тюль, давай помогу, давай помогу. Такой интересный рыженький. Сейчас он какой большой. Я говорю, Саня, как там? Он говорит, всё нормально, всё хорошо. Держимся. Господи, я даже не верится. Твой маленький вы уже такой большой защищает нас. Сплотнула немножко. Вот такие вот у меня новости. Тоже абы. Как это некогда говорить? Абы что? Абы что? Ну, это наша жизнь. Абы чтошная. Что мы делаем? Наша жизнь. У нас пасма на сегодня, снег обещали. Ну, ладно, хватит тортить-то. У меня же ещё там немножечко. Я приклею сюда. Цветочки. Пахнут. Ну, всего хорошего. Всем привет я передала. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Всё будет у нас хорошо. Не переживайте. Мы же добрыя. Своих не бросаем. И мы своих не обижаем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok